здравствуйте друзья еду с утречка на работу на как с утречка и четверти 11 с утречка у меня сегодня день продолжительный о тем расскажу сегодня про день про вечер про то что у нас происходит такой как бы блок же да вот в полночь почти полночь должен приехать человек тоже наш можно сказать зритель и активный такой зритель поэтому я поеду его живьем встречать тем более время такое когда уже вроде не работаешь так что я успею все дела сделать и там у меня семинар сегодня по эзотерике по средам так что в 9 часов семинар закончится я еще успею дома побыть пару часиков поеду в аэропорт к полуночи уже есть место где там его мы поселим так что вот это впереди поэтому я сегодня попозже еду на работу судей больше теперь что еще тут мне как бы высказывают фи по поводу того что я вот делал видео маленький маленький сюжет анонс да делал что мы приглашаем блогеров там интервью и так далее и что звук плохой дело в том что когда я снимаю что-то на экране я пользуюсь софтвером таким для вебинаров все уроки которые я веду в онлайне мы пишем в этом софтвере называется калуту вебинар и ну там такое качество звука стоит что я могу сделать значит у меня тот же самый микрофон там как при разговорах в скайпе вот когда например мы пишем в камтасе до камтейджа когда мы в ней пишем интервью в скайпе потом это тот же самый микрофон используйте же самые наушники но совершенно другой звук то есть дело не в наушниках дело в том что вот вот конкретно вебинарный софтвор не дает такого качества звука как на видео например я не знаю почему это наверняка специально сделано почему так не знаю там можно выбрать устройство с которого с которым ты работаешь я уж чего только не пробовал то есть я пробовал писать с микрофонов разных я пробовал менять тут и менять там не получается можете чего не знаю не умею но в общем не получается на нем качество звука но в данном случае звук достаточный то есть меня слышно меня понятно может быть эстетически нет какого-то наслаждения но если предположить что она есть когда вот мы так беседы но альтернатива была бы значит в чем снимать видео ряд снимать отдельно значит звуковой на камеру или или что делать я не знаю можно конечно снимать видео просто на камтасию на на ту же самую можно можно попробовать действительно она тоже пишет экран это кстати идея в камтасе по моему звук хороший я попробую это это интересно конечно когда тратишь время и делаю что-то то хочется чтобы продукт был качественный я тогда может быть еще скажу кое-что тут про качественность вот тут у нас есть активный борец за качество зовут его алекс пол он мне постоянно там советы дает я значительной степени как бы лучше стал снимать с того момента как он подключился вот то есть какие-то вещи там композиционные я стал лучше делать но дело в том что с точки зрения съемки вот он например мне говорит постоянно что у меня там рука трясется нет вот такого качества стабильного и он мне вчера прислал несколько видео снятых там где-то это видео про камеры такие промоушнелл пока показывают как камера снимает в хорошем плане там 4к 4к резолюшн там же но там статичная картинка понимаете то есть он мне говорит почему у вас нету там треноги почему у вас нет такого шеста у меня есть шест такой наден но дело в том что я же снимаю в динамике вот я например иду я же не выхожу на съемку я же не 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 на зарплате у компании которая делает видеокамеры которые значит мне заплатила деньги чтобы я взял оборудование выехал на объект и снимал этой камеры у меня такого нет я иду я иду с людьми разговариваю я могу на ходу снимать вот я иду и значит та вибрация которая руку передается то вибрация присутствует я допустим снимаю океан его там морские львы пошли косяком я за ними виду камеру понимаете я я ее виду в детском саде в детском саде в школе там когда моя внучка саша на испанской музыке это у нас был сюжет они там играли волчебник изумрудного города и он мне что же вы не использовали значит там треногу да я использовал треногу я снимал с треноги но так она с головкой ручка головка там можно крутить и так далее я же за ними я же пытаюсь следовать ведь если б я треногу поставил и была бы вся сцена и все и мы бы так посмотрели весь спектакль вот с одной точки но у меня нет там трех камер пяти чтобы я сидел между ними переключалось поэтому я стараюсь навести поближе я стараюсь значит перейти левее правее выше ниже показать музыканты там женщину руководителя который значит там играет и так далее я же стараюсь динамику показать и вот значит у него ощущение что я снимал с руки я не снимал с руки я снимал с треноги поэтому а те моменты когда я не крутил ничем оно стояло на треноге поэтому значит что я хочу сказать что я конечно хочу делать качестве сюжет и когда мы начинали делать видео вы можете обратить на это внимание если если вы посмотрите на старые сюжеты то еще относительно недавно вот так уже уже ведя этот блок я не снимал например в high definition у меня стояла на камере там установка на стендарт были файлы поменьше мне нравилось что файлы поменьше и однажды мы ехали по хайвею в сторону сакраменто и там красиво было очень и мне говорят что же вы говорят в таком качестве то низком не видно ничего такую красоту надо было бы я вот с того момента я сказал ну хорошо давай попробуем я стал снимать hd и это было но может быть там два года назад поэтому я я стараюсь и я сейчас думаю надо бы какую-то камеру взять чтобы уже 4 форки снимать потому что от чего время идет так как бы youtube позволяет почему не снимать более более качественно мне самому нравится я когда смотрю на эти четыре те прямо глаза разбегают это не на каждом мониторе можно будет увидеть разницу на самом деле это надо иметь монитор достаточно такой подходящий но вот у меня у меня монитор позволяет поэтому я когда смотрю прямо в глаза на лоб иногда вот так что мы мы в эту сторону двигаемся значит я с одной стороны слышу когда говорят что вот тут качество там качество с другой стороны просто если я в движении я не могу если мы идем гулять вот приехали друзья вот мы идем по санта-круз с друзьями я не могу треногу с собой таскать и и остановился снял все ждут значит остановился снял все ждут у меня не будет друзей которые со мной гулять ходят я останусь без друзей также тоже не нельзя то есть мы должны с жизнью как или все совмещать поэтому при том что я хорошо отношусь как бы к этим вещам но иногда бывает цена которую нужно заплатить за это более высокое качество не денежная а вот другая время например да вы слишком высокая что там еще нам говорят вот говорят что вот когда приходит люди вот мы с хвостовичем когда делали сюжет говорят что вот как-то вы не так сидели играть надо было бы по-другому смонтировать вот есть софтвер в котором можно увеличить там не аппарат на вот уже софтвером да можно ну вот там допустим нужен лишний час чтобы это произошло я думаю ну в чем в чем смысл нашего видео в том чтобы такая красотища была или в том что там скажем два человека чем-то поговорили и когда я устанавливал камеру тогда с хвостовичем я видел что это все не идеально происходит у нас такой там достаточно узкий офис и там все это было стесненно и это вообще как бы не приспособлено для съемки это помещение совершенно ну что было делать вот что а это вечер значит все классы заняты конференц рум у нас есть но и она занята значит можно спросить почему у меня в офисе было не с ней снять потому что у меня в офисе двумя камерами там просто негде было их поставить то есть это вообще было бы не невозможно мы пошли в более в больший по размеру офис и так далее и я вижу это все но я принимаю решение что уже бог с ним потому что из того что есть лучше нету ну что теперь вот я не слепой все отлично вижу меня гораздо больше на самом деле беспокоит качество звука когда мы едем по хайве и там шумно действительно я сделал канал он есть на это портнов селект я думал туда стаскивать как бы избранная просто вот как бы есть такое да что вот такое место куда складывается то что надо смотреть как бы да если нет времени смотреть все подряд и начал собирать что туда повесить и мне плохо стало потому что то что я хотел и считаю как бы качественным таким контентом шумновато вы мать и не что делать поэтому я думаю как с этой частью бороться когда мы вот едем просто по городу то особые шума то нет ведь я когда с микрофоном снимал то мне говорят а чё микрофон вроде и не так вроде и не шумно ну вот мы сейчас с вами едем без всякого микрофона без ничего микрофончик у меня здесь болтается как снимать машине когда по хайве если бы я по хайве ехал один так ничего я бы я бы пользовался микрофоном поскольку мы по хайве обычно когда едем то разговариваем со светланой вместе то получается что туда на два микрофона я делаю как надо надо понять что с этой частью делать ну или или не записывать на ходу а записывать только вот в таком стационарном режиме но это сложнее потому что тогда нужно время нужно место нужно ничем в это время больше не заниматься и так далее все таки у нас такой режим жизни ритм жизни динамичный и мы все время где-то на бегу на ходу мы практически никогда не сидим дома чтобы просто сидеть дома как-то это нас утомляет куда-нибудь движемся всегда или в гости пойдем или там по магазинам на дачу ну куда-то мы практически не сидим дома ну вот кроме того что там покушать сготовить там иногда то что надо обсудить какие-то вещи поработать тоже надо то есть мы много работаем из дома у светланы офис дома оборудован у нее другого нет только тот что дома у меня тоже есть и песочек небольшой дома я с утра сегодня вот в этом офис очки снимал первое наше видео вот из рубрики там интервью с блогером это не первый раз у нас блогер на канале но тут как бы целенаправленно у нас была совершенно потрясающая девушка наташа из пригородов вашингтон дисси там целая история вы посмотрите я не хочу лишнего рассказывать значит там целая история там очень много линий в жизни у наташи и я думаю что вам понравится захочется ее послушать очень очень интересно в общем что я хочу сказать что есть и песочек дома тоже такой небольшой но нормально я там изолирован и могу ты видео снять и там поработать с разными вещами у меня вот последние там пару месяцев большой объем работы времени много ушло на то чтобы рукопись завершить с которой я сейчас занимаюсь история нашей значит иммиграции она была написана года три там с копеечкой назад и надо было завершить подготовить к изданию так далее она еще не подготовлена к изданию во всяком случае в текстовом плане мы вроде все отработали теперь надо может быть техническому редактору дать там вычитать как следует я не знаю как точно называются эти должности издательства почему-то автомобиль вы не подхватывает телефон насколько интересно звонит меня в кармане вот и тоже вот я сижу в офисе там вычитываю правлю исправляю замечание которое мне редактор дал и так далее я думаю что уже ну мы выходим на финишную прямую значит надо еще понять какие-то фотографии мы там должны вставить у нас очень много фотографий мы снимали много я не знаю насчет качества надо будет посмотреть но во всяком случае фотографий у нас много единственно что мы цена цифровую как бы фотокамеру снимаем относительно недавно то есть скажем первые там годы нашей миграции там 90-е годы у нас там обычная пленка пленка было вот поэтому я не знаю что там получится ну посмотрим вот так что это все впереди и вот на это время уходит хотя мой песочек дома далеко не самое такое прикольное место для проведения съемок ну так сидишь работаешь там можно видео снять пойти если уже такими категориями мерить вот мне жена говорит посмотрю вот у балашова какая студия то он снимает и вроде на youtube идет не как у него там красиво там мебель какая-то там целый холл такой я даже не надо что это у него за помещение ну ссоре вот у меня вот маленький описочек такой домашний вот я в нем сижу так по идее это bedroom детский должен был бы быть но я его использую как и песочек такая вот история ладно я приехал на работу и с вами сегодня прощаюсь тема у нас было значит о качестве видео я еще раз хочу сказать что я очень как бы внимательно отношусь к тому что нам говорят по этому поводу я просто хочу чтобы вы понимали что есть естественные ограничения на этот счет у меня нет помощников которые бы там за меня это делали и даже комментарии там все это вычистку я я тоже делаю сам лично хотя конечно роботы ютюбовские помогают там уж совсем такие очевидную дрянь там отсортировать и так далее но но тем не менее бывает что человек ничего плохого вроде бы не сказал как бы слов таких низ не употреблял что его сразу роботом кое-то отсеял но при этом допустим оскорбляет в той или иной форме скажем гостей которые у нас на экране вот сегодня с утра там на виолетту кто-то наехал ну я удаляю потому что у нас не положено на гостей наезжать те кто выступают те находится под защитой вот даже там можно даже вот блогер хвостович которого там что-то ругают сильно вот но все равно вот вот ругайте у него на канале у него можно на у нас нельзя гостей ругать поэтому тоже какое-то время уходит но тоже все это на ходу набегу там и так далее то не то что этом целый день то круглосуточно стою там этого отлавливаю нет вот как есть минутка там пошел посмотрел счастливы ребят я на работу